Самая загадочная особенность Мавзолея – его правый угол. На его месте странные треугольные ниши с шипом посередине. Людские потоки во время демонстраций и парадов всегда направлялись навстречу шипу, как бы под его прицел. Внутренние углы способны поглощать энергию, недаром балующегося ребенка ставят в угол, чтобы он успокоился. А внешние, наоборот, способны энергию излучать, поэтому и не советуют садиться по углам стола. То есть ниша и шип Мавзолея – это прицел сложной энергетической машины. Характерная особенность этой необычной детали огромного здания, находящегося на виду у больших масс народа – совершенная незаметность. Люди эту странную деталь архитектуры не видят совершенно и не придают ей значения. Умение быть незаметным, невидимым – главное умение системы, пользующиеся законами энергоинформатики во время площадя Ленина вернули исторические названия. Ленинград переименовали Санкт-Петербург. Закрыли музей Ленина и снесли его памятники. Но здание на Красной площади, в котором лежит мумия, все еще стоит. Очевидно, что это сооружение остается незыблемой частью какой-то невидимой и до сих пор нужной кому-то системы. Есть мнение, что энергоинформатика используется правителями и политиками и сегодня. Приведем любопытный пример из совсем недавнего прошлого. Во время Парада Победы в 2010 году Мавзолей был закрыт изображением российского флага, и на этом полотне был символ вечного огня с пятиконечной звездой лучом вниз. Все мы знаем рисунок Леонардо да Винчи, где в такую звезду вписан человек. Она смотрит острием вверх, и этот знак является жизнеутверждающей фигурой. А вот когда эту звезду переворачивают острием вниз, то во всех энциклопедиях символов она олицетворяет собой козла, то есть сатанизм. И вот такая звезда была изображена на логотипе прошлогоднего Парада Победы, и это никуда не скроешь. Вряд ли люди, которые придумали это изображение, не разбираются в символах. Этот символ, изображенный на флаге, означает следующее. Нашу страну заклеймили желанием обогреть ее кровью, сатанизмом. И в это время по Красной площади шли войска НАТО, которые кролили много крови невинного мирного населения разных стран. И в России многие социологи предрекают хаос, кровопролитие, которые уже сейчас провоцировались национальными разборками. Парад перед таким говорящим символом проходил в одно время по всей России. Это была именно иерархия парадов. То есть парад в Москве передавал вложенный в него смысл тем парадам, которые шли одновременно по всем другим городам. Так информация торжества сатанизма, культа убийства всего человечества, распространялась на всю Россию. Также стилизованно, незаметно для глаза простого обывателя, заклеймили и вечные огни числом 666, смысл которого мы все знаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова